Сейчас подъехала к Никиной школе, привезла ей, она просто не успела, за выходные писала и сегодня понедельник, не успели мы распечатать, а надо было распечатывать на цветном принтере, а в воскресенье вечером не нашли где, цветной принтер уже был закрыт, поэтому я Нике в школу привезла, сейчас распечатала. Вспомнила свои студенческие годы, когда каждый листочек я в файлик клала, Ника писала про космос, это у них, сейчас вам скажу, автор работы, ля-ля-ля, сейчас вам скажу, что это, забыла, оно на украинском языке, как-то так называется, а это не написано, сейчас Ника придет, мы у нее спросим. Как-то это так называется, ну забыла я, у нее тема, вы лык, это им нити космоса, можно было выбрать любую тему, вообще самую любую, но она обожает космос, и вот сейчас я ей, ну, искала цветной принтер и распечатывала 19 страниц, два дня сидела и писала, вот, ну, у меня есть на флешке, буду читать, мне очень интересно, потому что она сделала это все сама, вот, и прикольно. Так, выясновок, столько всего интересного, гляньте. А еще у меня тут пакет, красивый такой, корзина с разными сладостями для учителя, потому что Пасха, вот, учителей всегда надо поощрять, особенно классных руководителей, потому что вот, дети, они так выматывают, и мне так жалко учителей, и хочется всегда, ну, какой-то, вот, знаете, какую-то приятность сделать. Вот, поэтому, я не знаю, любят учительницы сладкое или нет, но я решила сделать, сейчас покажу. Привет, Россия! А что это у тебя такое? Сядь вон туда на камеру, скажи, что вам. А, ты блог снимала, чай, я прихорошусь. Это мановская работа. О, мановская, мановская. Как она называется? Она очень большая, и очень интересная. Вот, моя работа прекрасная. Я делала ее очень долго, и в ней надо все написать докладное, на любую тему, вот, свитно, в колумене, в общем, мановская работа. Ой, как красиво, господи. Дай, покажу. Дай, покажу. Вот такая вот, а, не влазит. Вкусняшка, в общем, здесь. Так, а держи, на зонышке. Да, да. Все, давай, и губы, мажь, и леска. Пока. Давай, пока, мама. Все. Оставила Нику, уроки у них закончились, но у нее репетиция. Она, они с девочкой сочиняли песню и и танец сделали, поэтому они репетируют. Так, и теперь надо с дадом сдать где-то 50 метров. Но для меня это не проблема. Я благодарна, о, сзади машинка едет, я благодарна своему бывшему мужу, потому что он меня научил водить. То есть, как, я получала права, я тоже училась, все, но именно он мне дал базу, основу. Сейчас. У меня сегодня еще колесо спустило, так конкретненько спустило. Сейчас мы развернемся. И я, там было меньше единицы, а я езжу на, ну, двоечки. Два, два и один, вот так вот. Ну, давление в шинах. Вот. Сегодня мама уезжает у меня, поэтому я стою с детками сама. Ну, мама приехала, вот мы ее полечили, но она все равно едет дальше лечиться. Она говорит, что я не долечилась, поэтому едет еще лечиться в Запорожье. Поэтому мы с Никой остаемся на Пасху сами. Будем красить яйца. Пасху печь не будем, потому что духовки у меня нету. Вот. Все духовки у знакомых заняты. Ну, я не хочу никого напрягать, на самом деле. Я знаю, где купить итальянскую. Мы брали в том году, она очень вкусная. Такая. Я люблю мокрое тесто. Ну, вот. Мне нравится, когда, но как... Ну, прям мокрое. Ну, не прям... Не прям мокрое, но я думаю, что... Девочки, вы меня поняли. То есть я Пасхи сухие не люблю. Я с детства помню сухие Пасхи, я просто крышечку эту, верхушечку обгрызала, и все. А когда кто-то угощал, и это была мокрая Пасха, ой, я ела с удовольствием. Поэтому я куплю вот эту вот Пасху итальянскую. Она мокрая, она такая вкуснячая. А, пристегнуться надо. Ну, все. Тогда уже увидимся чуть попозже. Блог продолжается. Теперь я еду с Демой. За город. Сегодня вечером иду на предпоказ фильма, комедии. Я вам позже сделаю пост, расскажу, как вообще фильм. Что это делишь? Мы зашли за Пасхой. Вот эту вот берем. Для деток она хорошо. Есть вот еще такая, такая в виде креста, и такая. Ну, посмотрим. Мы сейчас едем на фотосессию, на подол. Настя пригласила. Вот. Фотки я вам покажу. У нас уже весна, апрель месяц. Вчера вообще было солнышко, я показывала 22, но это, конечно, просто машина нагрелась. Но я думаю, плюс 18 точно было. Сегодня показывает 11 градусов, и ветерок прохладный, солнышка нет. Но в любом случае уже пахнет весной. Ура! Вот. Через два дня уже будет Пасха. У меня никаких планов нету. Вот. Но с детворой мы начали обсуждать, что мы можем поехать куда-нибудь в парк погулять, может быть, куда-то в кафе зайти. И потому что обычно на Пасху у нас была, ну, как не традиция, это, наверное, у всех так всегда, это жарят шашлыки и, ну, как, салатики и алкоголь. А так как я не пью, я с детьми, то мы решили, что шашлыки мы жарить не будем. Мы просто в кафе, может быть, их закажем, может быть, нет. В общем, будем действовать, знаете, как. Что душа пожелает, то и будем делать. То есть вот так вот. Надеюсь, что на Пасху будет хорошая погода, потому что прям настроение замечательное, планы грандиозные. Ну, как-то вот так вот. Да, Демидушка? Да. Да? Надел на себя кепку, я взяла ее для фотосессии, он снял шапку, надел кепку. Такой самостоятельный парень уже. И сейчас я с ним мотаюсь, езжу везде. У меня мама уехала, и я по работе везде беру его с собой. И он у меня такой чудной. Везде его угощают всем, дарят ему подарки. Вот я, например, на встрече сижу. Вот. И он такой миленький, что все хотят его или накормить, или что-то подарить, или потискать. Мила, на самом деле мила. Но он молодец, умничка, он не вредничает, хорошо себя ведет, да. Вот. Настоящий мамин помощник. Помогает маме работать. Да, Дема? Да. Сегодня у нас такой релакс, у нас фотосессия, а потом мы едем в школу к Доминике, у нее выступление. Она будет петь и танцевать. Что там с ногами? Ногами красиво. Одну можешь под себя еще подвернуть. Да. Дем, Дем. Дема. Ну все, давай. Козявушку маме убирай там. Дем. Где козявки у вас? Ла-ла-ла. Где мамы козявки? Вот так, да? Тихо. А ты ее теперь нежно. Давай нежно ее погладь маму. А как ты маму любишь, Демочка? Покажи, как ты маму любишь. Погладь ее за щечку, скажи. Ой, ты моя любимая. Давай, давай. Куда вы погнали? Мужчина, вернитесь. Вернитесь в студию. Мужчина. Мужчина мой, иди ко мне. Погладь ее. Погладь маму по щечке. У мамы щечка болит, там зубик. Погладь ее, Демушка. Погладь ее так вот нежно-нежно. Как ты умеешь ее погладь ее. Давай. Погладь маму по щечке. Вот так, скажи, моя мама. Подруги, как вам посветится? Иногда нормально, иногда как-то неплохо. Темно, потому что когда она заходит в этот. Смотрите, как проходят съемки. Дема, 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 давай. Давай, ты так в образе. Дем, Дем, образ. Настя молодец. Слышишь? Дем, Дем. Попробуй горизонтальку, поняла? Сделай горизонтально вот так вот кадр. Дема, вот, вот, вот это вот да. Слышишь, у тебя с собой углов, ты все правильно подняла. Подписывай, где я должна уйти, вот эти вот столбики. И тогда вот кадр... Ты такой красивый у меня. Дема, Дема, давай, в кадр, уйди, старуха, я кричал. Она должна прикривлять Настю. Дема, Демик. Покажи цыпленка. Ой, какой красивый пасхальный цыпленок. Мы зашли в кафе Карамель на наслеженке. Девчонки только что нас сфоткали. Сейчас заказали по чаю, чтобы слегка согреться, да, перекусить. Я думаю, будет очень прикольная фотография. Я ему даю аллергены буквально по чуть-чуть. Да, маленький, да. Дай мне. И это, по сути, тоже аллерген. Но да, да, я даю почти для того, чтобы проверять, все-таки это аллергия или это был сбой в организме. Потому что многие говорят, просто был сбой. В школе, мать, часа, конечно. Лежу под школой. Наступление у Ники закончилось уже. Демку не могу разбудить. Я его будила, чтобы мы посмотрели, как Ника танцует и поет. Но он говорит, не буди меня, и отворачивается, и дальше спит. Я его дальше будила. Не буди меня, и начинает плакать. Я понимаю, что даже если я его разбужу, понесу на себе, он просто не даст посмотреть представление, начнет рыдать от того, что его разбудили. Ну, то есть капризничать. Обидно. Как-то так хотела посмотреть, как Ника танцует и поет, но вместе с классом. Дома-то она мне покажет, ну и показывала. Ну, просто сидим под школой, и так они попали. Сейчас сижу и жду. Они с классом заказывают пиццу, кушают, отмечают за выступление. И я ее заберу, поедем домой. Еще хотела сказать, что мы, скорее всего, что с Демидом поедем отдохнем на недельку. Нику с собой не берем, потому что она болела и много пропустила. И чтобы не пропускала дальше, остался, по сути, только месяц учебы, ей надо хвосты подтянуть. Поэтому малого вывезу на Красное море, чтобы подзатянулись его ранки. Ну, их нету как таковых, конечно, но кожа лучше становится от Красного моря. Ну, и просто отдохнем чуть-чуть. Я сначала думала, что никуда не поеду, что лучше денежку подсобирать. Но тут недорого вышло, и я думаю, что надо съездить морально отдохнуть после зимы и малого вывезти. Такой отдых получится детский. Вот, и лечу не сама, а с Демидом и с Демидом, сестричкой двоюродной. Вот, но она молодая девочка, ей 20 лет. Поэтому я думаю, что будет хорошо. Отдохнем. Ей нужна моральная такая, знаете, перезагрузка. Вот, и мне она нужна. Поэтому, я думаю, солнце нам это даст. Всем доброе утро! Доброе утро! Мы тут слушаем музыку классную. Снимаем сторисы и рассказываем в сторисах о том, что мы собрались уезжать. Да, Демка? Я хочу уезжать. А куда ты хочешь поехать? На море! На море Дема хочет поехать. Ну, куда ногами маме на бьюти-стол? Ну, это ж некрасиво. Осталось два, не два, а через день Пасха. То есть сейчас пятница, страстная пятница, ничего делать нельзя. Ничего не убирали. Вот, но вон, все валяется опять. Ну, игрушки, они валяются всегда. Мне кажется, у них всегда творческий беспорядок. Их что складываешь, что не складываешь. Вчера сложили, сегодня уже с утра проснулся и все раскидал. Вот, поэтому вот так вот, вот так вот. Я еще ничего не собирала и хотела... Ну, это влог выйдет, когда я уже улечу, поэтому нет смысла спрашивать. Я просто думала, я, наверное, в сторисе спрошу. По поводу коляски, я не знаю, брать коляску или нет. У нас вторая линия, не первая. Потому что мы летим недорого. Летим будет? Да, на самолете. Я люблю, а там будет високо? Конечно, очень будет високо. Я боюсь високо. Вот, у нас вторая линия, это первый раз, когда я... Високо? Лечу в Египет на вторую линию. Високо это... Но ничего страшного. Это я лечу как бы все время через одну и ту же девочку. И она всегда советует хороший отель. Она говорит, Ань, отель очень классный, хорошая цена, хороший отель. Говорит, просто вторая линия. Ну, поэтому я не знаю. В любом случае, будет как будет, и заодно будет опыт. Просто единственное, что... Единственное, что с ребенком, конечно же, лучше первая линия. Будет круто, да? Да. Я буду кизать. Будешь кричать? Зачем? Это весело так. А, это просто весело. Да, туша моя секута, ведь... А летать, это веселая игра. Веселая игра, да? Да. Это надо... Мы летим в три ночи, то есть у нас... О! Да, в три ночи мы летим. Пить. Я хочу пить. Пить. Ну, держи. Мы летим в три, в шесть мы уже там. Вот. Я... Ну, обычно заселение в два, но я думаю, что это не проблема, нас заселят. Вот. Идем, не балуйся. Ну, посмотрите, как некрасиво. Фу, не тяни лицо. Ну, что хотел сказать, летим мы в шарм. Да. Обратно тоже хорошее время, то есть мы прилетаем в 22.47, по-моему. Поэтому, в принципе, день там и день там. То есть у нас получается семь ночей, восемь дней. Очень удобно. Вот. Я буду снимать влог. Вам расскажу, как это быть с маленьким ребенком. Он не такой уже и маленький, в принципе. Да. Вот. Ну, как быть с ребенком, например, на второй линии. О, сейчас вот так сделаю. Ого. Чтобы было удобно, да? Да, да. Вот так. О, супер. Вот. Как быть с малым на второй линии. И там говорят, что ходят автобусы, а пешком 12 минут идти. Ну, посмотрим, сможет ли малый ходить. На самолете и какого-то. В самолете. Мама, мама же у меня в Запорожье. Я позвонила, сказала, говорю, мам, мы улетаем. Ну, мама, конечно, не особо обрадовалась. И педагог. Как? А как же там питание? А вообще, типа, нафиг ты туда летишь? Ну, мне кажется, что это просто... Я маме сказала, говорю, мам, ну, как бы она прям как расстроилась, что ли. Я говорю, это выход из зоны комфорта именно твоего. Ты привыкла, что ты утром позвонила, узнала, как дела, в обед, еще и вечером. А тут, как бы, я не знаю, какой там будет интернет. То есть можно будет списываться, созвониться по Вайберу. Но в Египте, ну, это вот единственная страна, где с интернета не всегда все хорошо. Вот. Хотя всегда вот отдыхали. Был хороший интернет, кроме как мы тогда с мужем когда-то ездили. Там тоже интернет очень плохой был. Вот. Так мама как-то не очень отреагировала на наш отъезд. Хорошо. Нику я оставляю дома, потому что я уже говорила, по-моему, она пропустила в школе, но много, она болела, потом были каникулы. Вот. И поэтому мы... Там петух за двором кукарекает. Поэтому она остается дома, она остается с папой. Вот. Ну, вот так. Вот так. Мне осталось только разрешение от бывшего мужа взять, ну, чтобы нас выпустили из страны. Ну, я была в командировке, и я позвонила, говорю, мне надо разрешение, а он приедет уже на праздники. Я не знаю, где на праздники найти нотариуса. Ну, я думаю, что в Киеве где-то все равно можно будет найти нотариуса, который принимает и в праздничные дни. Я знаю, там на Красноармейской есть нотариусы, они, по-моему, вообще работают круглосуточно. Но по поводу праздников, я думаю, может, какой-то у них там дежурный будет. Вот. Вот так вот, потому что мы улетаем сразу после праздников. Да, девушка? Да. Ворона летит. Ворона летит, да? Мы с Демидом вышли. Тут у нас недалеко от дома есть песочница. Ну, песочница какая? Та-дам! Просто насыпанный песок. Маси, как високо! Ты куда? Я тут с тобой хочу. Високо! Вот. Я високо-високо-високо-високо! Високо! Накормлю, положу его спать, чуть-чуть поработаю. Да! Дождусь Никой из школы. И сегодня мы с Никой договорились, ну, и с Демкой, что будем смотреть какой-нибудь фильм. Ну, такой детский, чтобы Демке было интересно. Ну, мы так практикуем время от времени, потому что сегодня пятница, и уроки... Ну, Ник в пятницу уроки не делает, когда приходят из школы. И мы посвящаем это время друг другу, ну, то есть детворе. Ну, это как такая, знаете, мини-традиция. Вот. Стараюсь детям максимум времени уделять. Потому что, когда ты дома, это не говорит о том, что ты с детьми. То есть бывает такое, что тихо, когда много работы, и получается, что Дема лазит по мне, но я работаю. То есть там пишу, статьи разные, или видео монтирую для других каналов. Ну, не каналов, а именно, в общем, неважно. Вот. То малой как бы лазит по мне, я не могу сказать, что я уделяю ребенку время, да, хотя, по сути, я дома. Поэтому это такое разделение. Когда ты дома, но мыслями ты-то в другом месте, там, ты в работе. Ребенку время не уделяется, и поэтому это неполноценное. Вот. Он, как бы, можно сказать, сам играется. Но он молодец, он, видите, умеет играть сам. Это важно. Вот. Как с детвору играет, так и сам. Это хорошо. Поэтому вот мы делаем такие традиции. Бывает, когда Дема вечером уже засыпает, и мы с Ника, это если выходной день, то мы смотрим уже какое-то кино, например, не детское. Последнее, что мы с Никой смотрели, это «Эффект бабочки». И Нику впечатлила этот фильм. Она говорит, мам, я не знала, что от маленького действия может измениться вся жизнь. Я говорю, да. То есть она так задумалась, я говорю, это говорит о том, что, например, там, смотреть, или играть в компьютерные игры, или смотреть, как играют. Говорит, это просто отрата времени. Лучше почитать книжку. Ну, в общем, она такая, да, точно. Вот. Поэтому мы смотрим такие разные фильмы. Может, в комментариях посоветует... Заговариваюсь. Может, в комментариях посоветуете, какие фильмы можно посмотреть с подростком. Вот. Ну, будет интересно почитать. Я вещи еще не собирала, буду собирать их, но я думаю, что уже после Пасхи мне... Ну, что их там собрать, по сути. Я возьму один чемодан, маленький, Доминикин. Мне там, в принципе, ничего толком и не надо. Демке тоже. Людям там их тепло. Гоняю малого, чтобы хорошо спал. Мы вчера, когда были на фотосессии, он так набегался, так набегался, что он в машине прыгался на 20 километров часа. И я не могла его поднять. Нагоню, 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 нагоню. Только носом, я тебя умоляю. Не нырни в асфальт. Нырнул носом. На люльке наступать нельзя, Демит, я тебе уже говорила. Вот и машина. Машина едет, да. Теперь мы отходим. И ждем, пока она проедет. Хорошо? Железо принимает. Два раза уже нырнул, но не плакал. Поднимается и бежит дальше. Ты же говорил, что ты будешь бегать по асфальту. Я могу асфальт. Догоню, 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 догоню. Вчера у Доминики было выступление, и мы с Демкой подъехали к школе, к времени, но он спал в машине. Я его бужу, он мне говорит, не буди меня, их нычит. И я, в общем, не смогла его достать с автомобиля. Ника расстроила, что я не посмотрела. Поэтому сейчас мы будем смотреть выступление Доминики. Тихо, тихо, стоп, пешохід. Червоний коридор, ты не слід. Иди до зебри на перехід. Ты молодой, еще побачишь этот свет. Правила, кто сберегти не умеет. Той переломи соби заробил. Ты право купил и обманюешь нас. На дорогу діти выбегают, так бывает. Влево, потім вправо, подивися и добре все. Аварий не має, аварий не має, аварий не має. На тій стороні дороги, на тій стороні дороги, на тій стороні дороги, на тій стороні дороги. Якщо жовтий, то приготуйся, сумку підійми, не лінуйся. Часу мало, то не мусиш йти, просто стій і зеленого жди. Світло вор перемикається, і машини зупиняються. Зелене вже напроти нас, значит ти саме час. На дорогу діти выбегают, так бывает. Влево, потім вправо, подивися і добре все. Знаєте, що с Ніка делаю? Рассказывай. В общем, мы слушаем классную песню «Стои в изны». Почему мы её слушаем? Потому что я увлеклась акапеллой, мне это очень нравится, и её даже можно с гитарой делать. Круто! А теперь мне просто в Инстаграме пишут «А почему ты едешь без Доминики?» Никак, объясни, почему я еду без тебя и еду только с Дёмой. Потому что я очень много болела, очень много, целый месяц меня не было в школе, и я просто не могу сейчас опять просто улететь. Улететь! Но, посмотрите на неё, похоже она на обиженную. А то мне многие пишут «Как можно было забрать только одного ребёнка, а второго типа оставить?» Я чуть шею себе не свернула. А тот вариант, например, когда Дёма оставляли с бабушкой, а с Никой ездили, нормально же? И в Инстаграме читайте мои посты, подписывайтесь в Инстаграм, там я сейчас буду постить разные интересные вещи, надеюсь, что вам понравится. Вот. Я на этом влог заканчиваю. Может быть, даже сниму тот, который будет на Пасху, может быть, не сниму. Может быть, сниму то, что мы будем собирать в чемодан. В общем, ничего не знаю. А может быть, уже сразу увидимся. Конечно, красиво. Само красиво. А может быть, сразу увидимся уже там, в тепле. Всем пока. И нажимайте колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok